Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Сегодня мы с вами рассмотрим заявление о выборе порядка ведения учета, сведения о трудовой деятельности. 2020 год является переходным для ведения трудовых книжек сотрудника в электронном виде. До 30 июня включительно необходимо было оповестить каждого сотрудника в письменной форме о возможности перехода на электронную трудовую книжку, а также о праве сотрудника путем передачи работодателю соответствующего заявления, сделать выбор между продолжением ведения трудовой книжки на бумажном носителе в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса или в электронном виде в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса. Часть 1 статья 2 Федерального закона от 16 декабря 2019 года номер 439 ФЗ. Стоит обратить внимание, что в связи с коронавирусом срок уведомления сотрудников о возможности ведения трудовых книжек в электронной форме передвинут с 30 июня на 31 октября этого года. Постановление правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 года номер 887. До 31 декабря включительно 2020 года каждый сотрудник подает работодателю письменное заявление о выборе порядка ведения его трудовой книжки на бумажном носителе или в электронном виде. Заявление оформляется в произвольной форме, разработать которую работодатель может самостоятельно. Если сотрудник не подал заявление, ни одного из указанных заявлений работодатель продолжает вести его трудовую книжку на бумажном носителе. Если сотрудник подал работодателю заявление о ведении его трудовой книжки на бумажном носителе, то он ведет ее как и прежде в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса. Право сотрудника на ведение трудовой книжки на бумажном носителе сохраняется даже при переходе к другому работодателю. Такой сотрудник имеет право в последующем подать работодателю письменное заявление о ведении его трудовой книжки в электронном виде. Если сотрудник подал работодателю заявление о ведении его трудовой книжки в электронном виде, то работодатель должен выдать трудовую книжку на бумажном носителе сотруднику на руки и вести ее только в электронном виде в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса. При выдаче трудовой книжки необходимо сделать запись, что сотрудник подал заявление о предоставлении ему работодателям сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса. Обращаю внимание, законодательством не предусмотрен переход с электронной трудовой книжки обратно к бумажной. Сотрудники, не имевшие возможности обратиться к работодателю по основному месту работы с указанными заявлениями до 31 декабря 2020 года, могут сделать это в любое время после этой даты согласно части 6 статьи 2 Федерального закона от 16 декабря 2019 года номер 439 ФЗ. Сведения о поданном сотруднике заявления включаются в сведения о его трудовой деятельности, передаваемые в ПФР по форме СЗВТД, утвержденной постановлением правительства 25 декабря 2019 года 730-П. Обязанность работодателей передавать в ПФР сведения о трудовой деятельности сотрудников для введения электронных трудовых книжек введена уже с 1 января 2020 года. Сведения в ПФР нужно предоставлять ежемесячно, не позднее 15 числа следующего за отчетным. Обращаем ваше внимание, что даже если сотрудник выбрал бумажную форму трудовой книжки, работодатель все равно должен сдавать на него форму СЗВТД. Регистрация или отмена заявления о выборе подратчика введения учета сведений трудовой деятельности мы сейчас с вами рассмотрим на базе программного продукта «Зарплата управления персоналом Корп. Редакция 3». Рассмотрим с вами регистрацию заявления и отмену заявления. Регистрация о подаче заявления сотрудникам о продолжении введения трудовой книжки, либо о предоставлении сведений о трудовой деятельности, производится с помощью документа «Заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности». Раздел кадры или раздел отчетной справки, журнал электронной трудовой книжки. По кнопочке «Создать», если в нашей информационной базе зарегистрировано более одной организации, то в поле организации необходимо выбрать организацию по сотруднику либо сотрудникам, которым необходимо зарегистрировать заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности. Вы выбрали организацию, в поле «Дата» указываем дату заявления, по умолчанию поле заполняется текущей датой компьютера, номер мы не присваиваем, в табличной части документа по кнопке «Подбор» либо «Заполнить» выбираем сотрудников, мы нажмем «Заполнить». У нас с вами два сотрудника. В колонке «Вид заявления» для каждого сотрудника указываем порядок введения трудовой книжки, которую он выбрал. Будь то введение бумажной трудовой книжки, либо в электронной форме. Необходимо заполнить поле «Руководитель» обязательно, его должность, генеральный директор. Соответственно, эти данные у нас пойдут в печатную форму. По кнопке «Заявление» будет сформирована примерная печатная форма уведомления сотрудника об изменениях трудового законодательства и печатная форма заявлений с разными вариантами выбора для каждого сотрудника, который мы с вами и указывали. Вот как раз на «Гольда Льва» мы указывали, что ввести бумажную, и здесь сразу подставилось. И на «Умученную Елену» другое заявление. Соответственно, это мы с вами сформировали заявление о предоставлении сведения о трудовой деятельности. Теперь мы с вами произведем отмену данного заявления. Регистрация отмены ранее представленных сведения о подаче заявления сотрудников о продолжении введения трудовой книжки, либо о предоставлении сведений о трудовой деятельности, производится с помощью документа «Отзыв сведений о предоставлении о трудовой деятельности». По кнопке «Создать» опять же «Отзыв заявлений» здесь мы с вами либо через «Добавить», либо через «Подбор». Выбираем, допустим, что «Гольд Лев» у нас «Отзывает». Вот он у нас с вами появился. Не забываем заполнять дату. Ну, в табличную часть, соответственно, мы с вами добавили. И провести и закрыть. На этом, можно сказать, первый шаг – всё. И, соответственно, далее при формировании сведений по сотруднику по форме СЗВТД данные об отозванном заявлении будут заполняться автоматически. Будут указаны даты ранее подданного заявления о продолжении введения трудовой книжки, либо о предоставлении сведений о трудовой деятельности в признак отмены. Если необходимо скорректировать дату подачи заявления сотрудникам, нужно подать новую форму СЗВТД, в которой отразить новую дату подачи заявления. Сведения с признаком отмены подавать перед этим не нужно. На этом у меня всё. Если у вас возникнут вопросы, оставляйте комментарии под этим видео. Мы с радостью на них ответим. Хорошего всем дня! Субтитры создавал DimaTorzok